МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно башкирские археологи объявили об удивительной находке. Во время раскопок в одной из пещер они обнаружили плиту, на которой была нанесена карта неизвестной местности. При более подробном изучении ученым удалось выяснить, что на плите, возраст которой 120 миллионов лет, изображена карта древнего Урала. Но как такое возможно? Кто нарисовал такую точную карту? Ведь официальной наукой принято считать, что в этот период человека на Земле еще не было. Практически мы считаем, что это как бы параллельное человечество, то есть пара человечества. Башкирская находка позволила ученым выдвинуть революционную теорию. Миллионы лет назад Землю могли населять неизвестные нам цивилизации с развитой культурой и искусством. Но самое невероятное в том, что к человечеству они никакого отношения не имели. Они были умные, сознательные, они несли знания, они даже имели свою письменность, они учили следующее поколение людей наукам, ремеслам. В индийских преданиях, в преданиях, опять-таки, южноамериканских индейцев, майя, инков, говорится о каких-то многоруких существах, которые имели 10-20 рук, несколько голов. Но куда исчезли неизвестные науки существа с блестящим интеллектом и уникальными способностями? Почему спустя миллионы лет именно человек оказался на вершине эволюционной пирамиды? Являемся ли мы единственными разумными существами на Земле? И сможем ли выстроить в еще одной эволюционной битве? Несколько лет ученые со всего мира пытались разгадать таинственный ребус, оставленный древними предками в одной из пещер Башкирии. Что за существа могли сделать такую подробную карту местности? Кем были эти неизвестные науки цивилизации, которые населяли Землю миллионы лет назад? И главное, почему они исчезли? Чтобы ответить на эти вопросы, группа авторитетных ученых решила смоделировать условия, которые могли быть на нашей планете примерно 100 миллионов лет назад. Если их расчеты верны, то большую часть Земли занимали тропические джунгли, климат был теплым и влажным. Более того, по мнению ученых, планета была на 80% покрыта водой, суши на всех не хватало. В этих жестких условиях на Земле обитали цивилизации, которые сумели приспособиться к климатическим условиям. Ученые предполагают, что эти существа могли долгое время находиться под водой. Им не составляло труда жить на деревьях, и, возможно, они могли строить города под землей. По данным индийских древних документов, написанных на санскрите, существует порядка 400 тысяч человекоподобных существ. Я думаю, что они контактируют или контактировали между собой в разные периоды истории. Я думаю, что в любом развитом государстве так или иначе проводились научные исследования по поиску внеземных цивилизаций. В России такие были. Однако не на всей территории Земли был благоприятный климат. По мнению исследователей, Северный полюс был целиком покрыт льдами. Воды Мирового океана омывали большую часть суши. Сухопутных мест довольно мало, климат суровый и холодный. И в таких условиях выживали совсем иные существа, обладающие густым волосяным покровом и способностью бороться за свою территорию. Описывается очень много существ. Даже им часто название не дается в преданиях, которые были покрыты шерстью. Например, сатиры и селены. Это достаточно большая группа в греческой мифологии существ, которые имели форму человека, имели дворога, копыта. Ноги, например, были покрыты волосами. И они были очень любопильны. По преданиям, они очень часто отлавливали обычных земных женщин, имели от них совместное потомство. Но откуда на Земле появились эти неизвестные ранее цивилизации? И почему в древних источниках они чаще всего изображаются как гибриды? То есть существа с телом человека, головой медведя, крысы или дельфина? В поисках ответов на эти вопросы ученые выдвинули теорию, которая на первый взгляд кажется совершенно невероятной. Они предположили, что миллионы лет назад на Земле существовали древние цивилизации разумных пралюдей, происходивших от животных. Люди-крысы, люди-медведи, дельфины и змеи обитали в разных уголках Земли и вели постоянную борьбу за господство на планете. По мнению исследователей, тысячи лет назад древние цивилизации обладали способностями, во многом превосходящими современного человека. Но самое невероятное в том, что совсем недавно нашлись неопровержимые доказательства, подтверждающие эту сенсационную теорию. Это отрывок текста, написанный на санскрите, ученые обнаружили в самом древнем индийском источнике Махабхарата. Тщательно изучив находку, они поняли, что им в руки попал фрагмент с описанием одной из самых крупных войн между разумными цивилизациями прошлого. Это сражение произошло около пяти тысяч лет назад на территории современной Индии, неподалеку от Дели. Это место называется Курокшетра. Это очень известное место, святое место. И в этом святом месте произошло самое крупное сражение. Тогда погибло, по разным данным, что-то около 640 миллионов человек. Исследователи были поражены. Судя по описаниям, древние расы обладали совершенным оружием. Они имели небесные колесницы, космические корабли. Они владели оружием богов. И именно даже был целый народ, гандхарва называлось, которые небесные учителя назывались, которые учили, как пользоваться этим оружием. Это оружие, по описанию, полностью соответствовало нашему ядерному оружию. Более того, согласно древнеиндийским ведам, оружие древних цивилизаций запускалось не кнопкой на чемоданчике, а мантрами и силой мысли. Это очень могущественное, очень тонкое оружие, ну, такого высшего порядка, то есть с высших планет, скажем так. Вот. И оно приводится в действие не с помощью ядерного чемоданчика, а с помощью каких-то устройств, оно приводится в действие мантрами. Но чем закончилась эта битва? Могло ли случиться так, что одна цивилизация стерла с лица Земли все остальные? Или их уничтожила иная сила внеземного происхождения? По одной из версий, многовековой спор древних цивилизаций за господство решился неожиданно. Около 60 миллионов лет назад, когда комета Ауруну так совершала свой очередной цикл и подошла к Земле слишком близко, на планете случилась глобальная катастрофа, последствия которой науке известны как ледниковый период. Возникшее похолодание уничтожило большую часть растительной и животной жизни. И это привело к вымиранию динозавров. Некие глобальные процессы, которые, скорее всего, объективные, мы с этим ничего сделать не сможем, приведут к исчезновению какого-то количества видов с нашей планеты. Ну, как в свое время исчезли мамонты, динозавры и так далее и тому подобное. Однако ученые считают, что представителям древних цивилизаций повезло больше, чем доисторическим монстрам. По их расчетам, на Земле сумели выжить несколько сотен тысяч представителей разных рас пралюдей. Люди-дельфины ушли под воду, люди-крысы стали строить подземные города, а цивилизация людей-медведей обосновалась в сохранившихся лесах. На какое-то время они затаились, войны за мировое господство прекратились. Но именно в этот момент на Земле возникла новая раса, которая стала причиной последней битвы за выживание. В преданиях ацтеков Майя говорится, что человечество было создано в невероятных страшных мучениях. Не с первой попытки, только с четвертой попытки, по некоторым преданиям говорится, было создано. И появившись на свет люди, боги завещали вести постоянные войны друг с другом, для того, чтобы питать солнце, которого до этого не было, кровью. Эти уникальные наскальные рисунки французские археологи обнаружили в пещере Шове в районе Ардеша. После тщательного изучения исследователи пришли к выводу, что на них изображены сцены битв древних людей с медведями. Чтобы подтвердить свои догадки, глава экспедиции Селин Бонн вместе с коллегами провела радиоуглеродный и изотопный анализ, а также изучила образцы ДНК из останков пещерных медведей. Результаты оказались поразительными. Выяснилось, что небольшая популяция пещерных медведей обитала в этом районе примерно 40 тысяч лет назад, но вымерла вскоре после того, как на эту территорию пришел человек. Если возвращаться к самому началу жизни на Земле, то существуют неопровержимые доказательства существования иных человекоподобных существ, которые населяли Землю миллионы лет назад. Но с появлением человека разумного их популяции стали сокращаться, потому что человек вел ожесточенную борьбу за господство на Земле. Это научное открытие не оставило сомнений. Древние люди и медведи действительно вели постоянную борьбу за территорию и пищу. Более того, последние открытия генетиков говорят о том, что когда-то пещерные медведи были вегетарианцами и ели в основном травянистые растения и мед. Однако они вполне могли яростно напасть на тех, кто побеспокоил их во время зимней спячки или же неожиданно испугал. В этом случае медведи могли быть очень опасными противниками. Они были огромного роста и пускали при необходимости в ход острые когти и клыки. Это очень страшные хищники. Белый медведь в основном питается животной пищей. Кто все равно остается хищником, и при любом случае он может схватить и поранить человека. Бывали случаи в зоопарке, когда попадали, ну, если выживали, то там были все-таки травмированы они. Там где-то покусы или белый медведь может даже снять скальп с человека, но это тогда уже смерть. Неужели до появления человека на Земле действительно существовала разумная цивилизация медведей? Масла в огонь научных споров снова добавили археологи. На севере Норвегии, в городе Альта, ученые обнаружили еще одни странные наскальные рисунки. На этих рисунках, возраст которых составляет миллионы лет, изображены странные животные, во многом напоминающие современных медведей. Они стоят на двух лапах и тянутся вверх, своим телом пересекая неизвестные горизонтальные полосы. Ученые долго пытались понять, что означают эти рисунки, и выдвинули невероятную гипотезу о том, что эти животные и есть представители древней цивилизации людей-медведей, а на рисунках изображен какой-то древний ритуал. Но самое удивительное в том, что подтверждение этой гипотезы исследователи обнаружили в легендах и преданиях народов Севера. Этот древний сакральный обряд проводит на острове Сахалин уже много веков. Каждый год в один и тот же день люди приносят жертву духу моря и просят, чтобы он не забрал жизни моряков. Среди тех, кто каждый год приходит на берег моря, большинство это люди Айну. Так называется древняя народность, которая уже несколько тысячелетий живет на острове. Но мало кто знает, что люди Айну считают себя потомками древнейшей цивилизации медведей и верят, что много веков назад их предки прилетели на Землю с далекой звезды Сириус. Когда ты видишь скелет медведя, то его лапы, они больше напоминают человеческие руки. То есть, в принципе, там только вот нет таких когтей, как львов или леопардов, когда там острые когти. Здесь когуть, он туповатый. А структуру хватать, питаться, вот это вот использование лап, ну, человеческие. Неандертальцы на Земле существовали. Это хорошо доказанный факт, неандертальцы исследованы. Так что это один из конкурентов человеку. И взаимодействие хомо-сапиенс предполагается, пришел с территории Африки, на территорию Европы, примерно 50 тысяч лет назад. А неандертальцы здесь уже существовали на протяжении нескольких миллионов лет. Так что это взаимодействие происходило. Если бы не возник хомо-сапиенс, Земля была бы заселена неандертальцами. Неужели именно неандертальцы являются потомками древней цивилизации медведей? До середины 20 века было принято считать, что неандертальцы вымерли миллионы лет назад. Однако в 1955 году на вершинах Эльбруса альпинисты увидели странных существ, по описаниям сильно напоминающих неандертальцев. Получается, что общий предок медведей и человека до сих пор живет среди нас. Мы считаем, что это как бы параллельное человечество, то есть пара человечества. У нас общество, цивилизация и так далее. Они не строят жилищ постоянных, они не строят дворцов, они не занимаются искусством в том смысле, в каком мы это приняли считать. Для того, чтобы доказать свою теорию, исследователи в течение нескольких десятков лет наблюдали за поведением медведиц. Невероятно, но выяснилось, что способы воспитания, которые используют медведицы, те же, что и у обычных человеческих матерей. Белые медвежата еще, когда они совсем маленькие, они не умеют плавать, а самка приходит с ним к воде и знакомит их с водой в первое время. И когда она видит, что малыш заигрывается и может упасть, то сначала самка издает звук, требующий, чтобы малыш отошел от воды и подошел к ней. Если он не слушается, то он может получить хорошую затрещину. Однако, по мнению ученых, наш общий с медведями предок обладает более развитыми способностями. Эксперты считают, что неиндертальцы способны читать мысли людей на расстоянии и всегда знают, откуда ждать их появления. Но они общаются между собой с помощью информационного поля, вот единого информационного поля, потому что мы очень много находим параллелей. То, что происходит в Кировской области, то, что происходит в Кемеровской области. Вот в прошлом году мы проводили международную конференцию в Кемеровской области. И там обнаружили такие же арки, такие же конструкции, которые в лесу они создают, точно такие же, как в Америке, допустим, или в Кировской области, или там в Вологодской области тоже у нас найдены такие. Более того, ученые убеждены, что неиндертальцев на Земле гораздо больше, чем мы привыкли думать. По последним подсчетам, в разных уголках планеты насчитывается больше тысячи особей. По мнению исследователей, быт нидертальцев примерно такой же, как был у первобытных людей. Они живут общинами и ревностно защищают своих сородичей и территорию, на которой обитают. Они не пользуются орудиями труда, не пользуются огнем, не пользуются одеждой. Они способны разговаривать. А раз они способны разговаривать, получается, что они люди. Но люди, отличающиеся от нас. Это люди другого вида совершенно. Я их начал называть смежными людьми. Кроме того, мы там нашли игрушку, сделанную из глины. В нее волосы были напечатаны. Мы предполагаем, что это игрушка, потому что другого назначения не может быть. У них там детеныши были. Видимо, для них такую игрушку сделали. Кроме того, мы там обнаружили большое количество конструкций, сделанных руками, заломы веток, скрученные ветки, толстые довольно, но для этого нужна огромная сила, чтобы их скрутить. Еще одна загадка эволюционной борьбы. Генетики их называют Икс-люди или йети. Исследователи-антропологов не перестают удивлять паранормальные способности этих существ. Быть может, эти сверхспособности достались йети от древних предков цивилизации медведей с планеты Сириус. Они просто своей силой, своего гипноза или воздействия какого-то любое животное могут обездвижить, успокоить. Сегодня ученые не сомневаются, неиндертальцы или йети существуют по всему миру. Они постоянно пытаются выйти на контакт с человеком, оставляют свидетельства своего присутствия, скрученные в арке деревья, выложенные специальными знаками палочки и сучки. Но больше всего криптозоологов удивляет взаимоотношение йети с лошадьми. Нередки случаи появления непонятных косичек в гривах лошадей. Исследователи утверждают, йети передвигаются на лошадях, а косички используют вместо сбруи. Мы думали, что они их заплетают для того, чтобы потом держаться. Вот там получается, ну как бы условно мы говорим, косичка. Она сплетена, но на конце. А образуется петля, за которой можно держать крепко. И мы думали, что эти вот существа, алмасты, там называют их на Кавказе, или каптар в Дагестане, они на них ездят на лошадях и держатся вот за эти самые косички. Но в Штатах они очень крупные, эти существа, гоминоиды мы их называем, и вряд ли они могут на лошадь сесть и не раздавить её. Но американцы считают, что они просто для украшения это делают. Несколько лет назад криптозоолог Игорь Бурцев совершил уникальную экспедицию в штат Техас, в места наиболее массового обитания Йети. Цель экспедиции – установить контакт со снежным человеком. Русский исследователь и его американская коллега приготовили для Йети уникальный подарок – бутылку пива и табак. Ведро с сюрпризом прикрепили к стволу дерева и оставили на ночь. Эта местность дикая и безлюдная, поэтому в чистоте эксперимента можно было не сомневаться. Неопровержимое доказательство контакта со снежным человеком. Бутылка пива вскрыта и часть содержимого выпита. Йети не тронули только табак. Однако не всегда контакты с этими загадочными существами настолько безопасны. Криптозоологам известны случаи отстрела Йети и в ответ на агрессию снежные люди мстят человеку. Однажды команда Бурцева оказалась буквально под каменным обстрелом. Чистенько все подобрали, очень хорошо. Значит, вот, контакт продолжается. Очень интересно. Там был крутой склон, поросший лесом, и нас буквально обстреляли. Камни падали рядом с нами. Несколько камней упало с этого склона, с крутого, с заросшего. Мы потом подбежали, стали смотреть туда, откуда могли упасть. Но там очень густая растительность была, лес, кустарник, там все такое. Мы никого не обнаружили там. Исследователи считают, что Йети практически невидим для человека. Однако при помощи своих телепатических способностей эти существа точно знают, когда им угрожает встреча с человеком и успевают скрыться от него. Более того, ученые заметили, что этой удивительной способностью чувствовать агрессию, исходящую от людей, обладают многие животные. Среди них волки, дельфины и крысы. Но откуда у животных появился этот инстинкт? Быть может, это подсознательная память предков, которые тысячи лет назад вели войну с человеком. 90% открытий в медицине совершено благодаря крысам. Благодаря им мы узнали, как действуют на человека антибиотики, алкоголь и наркотики. Ни мыши, ни обезьяны таких точных результатов дать не могут. Но почему ученые для своих экспериментов используют именно крыс? Внешне мы никак не похожи. Но физиология у нас очень похожа. Даже цифры артериального давления нормальные, они такие же, как у человека. Там 120 на 80, это нормальные цифры. Они и у этих животных тоже. Они также реагируют на всякие ситуации, на стресс, на эмоциональные стимулы. У них развита социальная структура у этих животных. И, в общем-то, она в какой-то степени напоминает и человеческую. Более того, у человека и крыс идентичная гормональная и нервная система. Как и люди, крысы имеют социальную структуру и взаимоотношения между полами. Но больше всего ученых поражает тот факт, что крысы единственные в мире животные, которые так же, как и человек, способны впадать в депрессию и даже сходить с ума. Шизофрения это такое чисто человеческое заболевание. Но, тем не менее, некоторые симптомы этого заболевания там воспроизводятся на этих животных. Новосибирск. Здесь уже много лет существует лаборатория, в которой ученые изучают поведение крыс. В какой-то момент исследователи заметили странное явление. Крысы в лаборатории стали очень агрессивными. Они бросались на невидимого врага. Резко меняли свое поведение от полной обездвиженности до сумасшедшего метания по клетке. Отказывались от приема пищи и воды. Чтобы выяснить диагноз, ученые провели серию экспериментов. Результаты были просто поразительными. Был такой тест. Бралась такая палочка, ну, деревянная палочка, и через против клетки приближалась к крысе, и она за передние лапки так ее немножко приподнимали. Когда мы палочку убираем, она остается в этой позе. И она может стоять так, прижавшись, скажем, спиной к клетке, ну, минуту и даже больше. То есть, это совершенно неестественная такая ситуация. потом было замечено, что у некоторых животных появляются такие стереотипные поведения. Это бывает и у людей тоже. Этот процесс в человеческой психиатрии называется застывание. Страдают им люди, больные шизофренией. При шизофрении, например, тоже наблюдается такое кататоническое застывание. Иногда человек сидит в такой неестественной позе. И даже если взять его, скажем, за руку и поднять ее и отпустить, он может остаться также с поднятой рукой. Такая восковая гибкость, что ли, такая вот. Сомнений не оставалось. У подопытных крыс началась шизофрения. Это было невероятно, ведь долгое время официальная наука считала шизофрению исключительно человеческим заболеванием. Считалось, что сходить с ума могут только существа, обладающие интеллектом. Значит, крысы, так же, как и люди, осознают себя как личность. Этот факт позволил ученым сделать сенсационный вывод. Тысячи лет назад задолго до человека на Земле обитала цивилизация разумных людей крыс. И по мнению исследователей, эти существа оказались самое ожесточенное сопротивление молодой человеческой расе. Есть у нас такие животные, которые характеризуются повышенной агрессивностью. Их специально выводили на повышенную агрессивность по отношению к окружающим, ну, к человеку в частности тоже. В подтверждение своей теории ученые выдвигают множество фактов. Во-первых, многие исследователи считают крыс одними из самых агрессивных животных на Земле. Это кажется невероятным, но группа крыс способна объесть живого человека до скелета за несколько минут. Ученые отмечают, что сегодня крысы заполонили целые материки и даже заселили сотни островов в Мировом океане. Вместе с тем огромная популяция крыс вынуждена скрываться. Но почему? Что произошло с этой древней цивилизацией? Неужели человечество сумело победить развитую цивилизацию людей-крыс? Или разумные предки просто затаились и ждут подходящего момента, чтобы напасть? Чтобы проверить свои догадки, ученые провели необычный эксперимент. Несколько дней подряд они помещали крыс в новое помещение и наблюдали за их реакцией. Результаты убедили ученых в их правоте. Попав в незнакомое помещение, крыса в первую очередь начинает искать наиболее удобную позицию для нападения. Вот это, видите, типичное исследовательское поведение. Вот она начинает соображать, куда она попала, что тут такое. И она не боится практически. Смелая дорога. опытных ученых уже давно поражает крысиный ум и сообразительность. Особенно высоким интеллектом отличаются дикие крысы. Мы начали работать тогда с крысами, отловленными из дикой природы, так называемыми пасюками. Серые крысы такие, довольно большие и, я бы сказал, опасные в некотором отношении. Ученые провели уникальный эксперимент. Они высадили дикую крысу пасюка на открытую площадку и некоторое время наблюдали за его поведением. Ученые были удивлены, когда крыса не только освоила незнакомое пространство за считанные секунды. Когда настал черед забирать ее обратно в клетку, стали происходить совершенно удивительные вещи. После того, как мы некоторое время наблюдаем, надо же ее назад забрать. А назад забрать ее сложно. И надо ее этим же домиком накрыть, так как с очком бабочек накрывают, так ее там надо. Но она же крутится, она же прыгает, она бегает. Поэтому это не всегда быстро удается. И вот я помню, я так стоял с этим домиком над этим полем, она сидела в углу, и вдруг она совершает прыжок. и точно прыгает на эту выдвинутую площадку и попадает в этот домик. Я задвинул эту площадку и отнес, хотел отнести ее в эту. В этот момент Аркадий Маркель понял, что он стоит на пороге удивительного открытия. Ученый быстро созвал совет из коллег и повторил эксперимент. И я ее еще раз высадил, еще раз поднес этот домик, и она снова прыгнула туда. И тогда я уже созвал всех работниц вивари, они собрались таким небольшим кружком, я снова ее высадил, поднес этот домик и сказал, как в цирке, али, оп, и она прыгнула туда, я задвинула и все просто были удивлены. То есть, как быстро она обучилась, она поняла, что назад она возвращается, потому что мы несколько раз делаем эти тесты, назад она возвращается в этом домике, в этой коробочке, и она уже решила, что уж чего-то за ней гоняться, она сама туда прыгнула, так сказать. Этот эксперимент позволил сделать уникальное открытие. Крысы не просто обладают высочайшим интеллектом, они отлично ориентируются в пространстве и обладают сверхспособностями читать чужие мысли. Возможно, этими качествами когда-то обладал и сам человек, но многое было потеряно нами за годы эволюционной борьбы. Много табуировано у нас, так сказать, это... Но природа это наша, она во многом общая, конечно. И если одна крыса по отношению к другим терпит все время поражение, то она впадает в такое депрессивное состояние. И это депрессивное состояние лечится точно так же, как у людей. Антидепрессанты те же самые. Не только генетики и микробиологи, но и лингвисты утверждают, крыса и человек когда-то стояли рядом на эволюционной лестнице. Слово предок в старославянском языке звучит как пращур, а крыса щур. Возможно, древние знали, что некогда цивилизация крыс главенствовала на земле. Возможно, именно поэтому человек стремится избавиться от этих млекопитающих при помощи ядов и жестоких механизмов ловушек. Так он убивает потенциальных соперников. Любому животному и чем выше оно организовано, тем, разумеется, это более характерно, присуще болевые ощущения, когда зверю плохо, когда его убивают. Так что это общее для всех позвоночных животных, ну или по крайней мере для всех млекопитающих. Однако в своем противоборстве с крысами человечество скорее потерпело неудачу. Сегодня ученые не сомневаются, цивилизация крыс максимально извлекла урок из многовековой борьбы за выживание. Эти существа могут приспособиться к любым условиям. Они способны пережить даже ядерный взрыв. И пусть сегодня человек находится на вершине эволюционной пирамиды, завтра может случиться новая битва и победить в ней у человечества шансов мало. Быть может именно поэтому люди стремятся уничтожать своих потенциальных соперников. Совсем недавно мир всколыхнул зверский ролик, на котором море разливалось кровавыми волнами от сотен убитых дельфинов, а люди стояли в воде и радостно смеялись. Каждый год молодые датчане убивают кальдеронских дельфинов, чтобы продемонстрировать свою зрелость. Это является частью ритуала, согласно которому подросток становится мужчиной. Такой пир на тушках убитых животных не единственный пример того, как кроваво человек может расправляться со своими потенциальными конкурентами. Изменяя места обитания, осваивая все новые и новые территории, человек этих животных просто вытесняет из тех мест, где они были. И если это животное не может адаптироваться к новым местам и если ему некуда уходить, его численность сокращается, потом оно может просто исчезнуть. Под угрозой прямого уничтожения вследствие преследования человека. Например, в Туве существует довольно распространенный обычай как доказательство мужественности юноши убить Барса Снежиного или Ирбиса и преподнести любимой девушке жерель из когтей. Но откуда в человеке столько жестокости? Почему, живя в цивилизованном обществе, мы продолжаем совершать кровавые ритуальные убийства? Человек это вирус, он сжирает в одном месте, потом перемещается на другое, сжирает там, потом перемещается на другое, сжирает там, там, где он все сожрал, его уже нету, он, значит, куда-то перемещается дальше. А звери, они в этом, как бы, живут в этом организме. Это они живут, а мы, значит, их пожираем. Человеческая цивилизация устремила свое внимание под воду, дотянулась до глубин мирового океана и пытается там установить свое господство. Летом 2012 года научный мир потрясло сенсационное заявление испанских археологов. Наскальные рисунки, обнаруженные в пещерах Альтамира и Эль-Кастилла, оказались самыми древними в Европе. Их возраст превышает миллионы лет и предположительно сделаны они были ниндертальцами. На древних рисунках изображены дельфины, которые ходят по земле и играют с человеческими детенышами. Неужели миллионы лет назад на земле существовала раса дельфинов? Но что же тогда заставило их уйти под воду? То количество лет, которое мы их наблюдаем, это мизерное, но с точки зрения земли это такие миллионы лет эволюции, которые привели их сейчас в такое состояние. А если мы ныряем в воду, у нас все равно кровообращение происходит так же, как и на воздухе. А допустим у дельфинов у них в том случае, если начинается легкокислородное голодание, кровь начинает гоняться по такому короткому кругу с целью обеспечения кислородом самых жизненно важных органов, которые необходимы вот в момент, когда дельфин надолго задержит дыхание и ныряет на глубину. Но самое удивительное в том, что умственные способности дельфинов превосходят человеческие. Этот факт подтверждают последние исследования ученых. Мозг дельфина совершеннее, чем людской. С помощью сложного гидролокатора дельфины находят пищу даже в мутной воде. Невероятно, но примерно за минуту дельфин и мозг обрабатывает в тысячи раз больше информации, чем человеческие. К тому же у этих морских млекопитающих есть так называемый язык зрения. Это как телевизор такой. Доказана эта теория в следующем. Дельфин на большом расстоянии достаточно, он гораздо больше информации получает из объекта, которым он интересуется, чем, допустим, человек. Если мы можем определить форму объекта, условно, но издалека мы уже не можем определить материал, из которого этот объект сделан, не можем определить пустотелый он, не пустотелый, из чего он состоит, металл, дерево, что-то в этом роде. Эти факты дают ученым возможность выдвигать самые смелые предположения. По одной из научных теорий, тысячи лет назад на Земле наряду с расами медведей и крыс существовала высокоразвитая цивилизация людей-дельфинов. Но после того, как на планете появились древние люди, начались кровопролитные войны за территорию и господство. И чтобы избежать войны, мудрая цивилизация дельфинов ушла под воду. В результате каких-то природных катаклизмов, миллионы и миллионы лет спустя, какие-то звери остались на территории Земли. Они обратно вернулись в море. Вот поэтому они называются вторично водными животными. Просто с точки зрения всемирной истории, то количество лет, которые мы их наблюдаем, это мизерное. Но с точки зрения Земли, это такие миллионы лет эволюции, которые привели их сейчас в такое состояние. Именно поэтому, скорее всего, мы и наблюдаем остатки того, что позволяло им жить на суше. по мнению исследователей, сегодня цивилизация дельфинов насчитывает около 30 видов. И человечество пока не в силах до конца познать своего противника. Язык дельфинов сложнее не только языка животных, но и языка людей. Более того, последние исследования доказывают, что эти животные обладают даром телепатии. На большом расстоянии дельфин сканирует объект, после чего определяет его свойства. Он смотрит сразу в суть события. Например, на расстоянии дельфин может легко отличить беременную самку от небеременной. Некий такой прообраз ультразвукового исследования УЗИ. Он может определить состояние структуру, точнее, структуру материала, из которого сделан объект. Сам дельфин получает гораздо больше информации об объекте, чем мы, используя свое зрение, а он используя слух. Но самое удивительное в том, что мозг дельфинов способен на образное мышление. Более того, они могут силой мысли передавать эти образы другим особям. дельфин Допустим, он направил мультразвуковой импульс в какую-то сторону. Он отразился, вернулся. И вроде как дельфин начинает понимать какой-то объект. Мы представляем себе, что у него в голове рисуется зрительный образ. А совсем недавно исследователи древнеиндийских вед обнаружили письменные источники, в которых подробно описана легенда о том, как миллионы лет назад люди-амфибии передали простым землянам сакральное знание. Группа людей-амфибий, которая была тоже очень обильной землей, которая, например, в Египте передали людям знания, научили их строить жилье, растить хлеб, они имели зеленые глаза. В результате смешения этих существ не только образовались разные расы и подрасы, а образовались и разные типы людей. Если верить древним легендам, то именно цивилизация дельфинов дала людям письменность и традиции. До появления человека на земле люди-дельфины уже создали первые библиотеки, начали развивать науку и театр. Но мудрые правители этой цивилизации господствовали до тех пор, пока человек не почувствовал зависть и не начал истреблять дельфинью расу. Ему нужно искать другие уровни, в которых оно сможет реализовать свои желания, превосходить кого-то, контролировать и эксплуатировать других. Самолюбие и тенденция руководить, эксплуатировать других в своих личных целях, то, что мы видим, это проявляется очень отчетливо на нашем уровне реальности. Не только между людьми, но также и в отношении людей к животным. Мы видим, это проявляется в жестокости людей к животным. В середине 20 века московскому биоакустику, доктору биологических наук Владимиру Маркову удалось изучить письменность дельфинов. Ученый вместе с коллегами нанес на бумагу около 7 тысяч сигналов. Это помогло им сделать уникальный вывод. Сигнал дельфина гораздо больше по значению и объему информации, чем наша лексическая единица слова. Но зачем дельфину такое количество знаков? Быть может, словарь дельфинов является доказательством существования цивилизации, которую они когда-то потеряли. Более того, дельфины считаются единственными в природе хищниками, которые не нападают на человека. Они всегда защищают людей и помогают тонущим. Человеку явно стоит поучиться терпимости у тех, кого он считает своими соперниками. На протяжении тысяч лет человечество ведет непрерывную борьбу за господство на земле. Мы безжалостно уничтожаем конкурентов, забывая о том, что каждый враг может быть учитель. Кто знает, может быть очень скоро на земле появится молодая цивилизация существ и они захотят отвоевать у людей землю. И большой вопрос, на чью сторону станут древние цивилизации разумных предков. твое и твое 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 Субтитры создавал DimaTorzok